Так всё и случилось Если съел моби, снова звонит Давайте попробуем ответить Это автоответчик Вызываемый вами абонент сейчас недоступен Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала Алло, это Цилиндр Я не знаю, что сказать Автоответчики меня пугают Это не ты должен оставлять сообщение Человек, который позвонил Тогда я позвоню Цилиндр, у тебя с тобой мобильный? Почему ты нам не говорил? Потому что меня никто не спрашивал Не двигайся, Тива Ты включила систему голосового набора номера Цилиндр, приблизься к моему животу И прокричи Джон Это имя капитана танкера, на котором мы познакомились Он скажет нам, где мы Джон! Да, кто говорит? Меня зовут Цилиндр, я друг моби А, как дела? Я в порядке, спасибо А как мой старый друг моби? Как у него дела? Сейчас у него немного болит живот Но он передает вам привет Слушайте, мы направляемся в Венецию Но мы не знаем, в какую сторону нам плыть Вы можете нам помочь? Скажите мне, где вы? Справа, слева, впереди и сзади нас море Вы в середине моря Приятного путешествия Попрощайтесь за меня с моби Хорошо, пока Ну что, ребята, мы в середине моря Цилиндр, это образовательный мультик Поэтому я не могу пить тебя на экране Но когда картинка поменяется, тебе лучше бежать Дива, подожди У нас все еще есть мобильник цилиндра Держи Это не важно У меня все равно там оставалось мало денег Мистер режиссер, перейдите на общий план корабля Так-то лучше Теперь вернемся к путешествию Поплывем туда Я вижу песчаный берег Неплохо Совсем неплохо Эй, что это? Похоже на египетский корабль Приветствую вас, незнакомцы Я никогда не видел такого судна в наших краях Мы построили его из папирусных листьев Ой, простите меня, девушка Я забыл представиться Меня зовут Робин Пойдемте со мной Куда вы нас ведете? Не волнуйтесь, мадам Мы идем в мой замок Я не понимаю, Оля Тебя он назвал девушкой и меня мадам Я тебя объясню Мадам называют пожилую женщину А девушкой молодую Все дело в возрасте Мы пришли Скажите, зачем вы построили такую крепость? Я не хочу вас пугать, мисс Оли Но причина очень проста На нас нападает стая волков Волки Нам лучше зайти Что делают эти два дикобраза? Они готовятся к бою На случай, если наша защитная стратегия провалится А какая у вас защитная стратегия? Сюда, мадам Я покажу Пожалуйста, зовите меня, мисс Пожалуйста, простите Я лежу только дикобразов без оружия, сэр Понимаете, мадам? Я мисс А, да Когда мы дикобразой нападаем Мы можем выстреливать своими острыми иголками, как стрелами Это и есть наша основная стратегия защиты Тревога! Это один из моих воинов Замок в дальней стороне леса подвергся атаке Волки захватили леди Мариан Мы делали все, чтобы спасти ее Но волки слишком сильные Я понял, я понял Мне нужно спасать леди Мариан Робин, мы вам поможем Один за всех Ночью небо красное У моряка настроение прекрасное Ты должен отвечать все за одного, цилиндр Спасибо, мисс Зови меня леди Как леди Мариан Сколько раз тебе говорить? Один Нам нужно пересечь этот лес У них был план, как защититься от твоих иголок, а потом напасть Ты должен идти к большому дубу Но будь осторожен, будь очень осторожен Пошли Двигающееся дерево Это не все У него есть хвост Какой-то странный лес Эй, ребята Вы когда-нибудь видели движущиеся деревья с мохнатыми хвостами? Нет, но зато мы видели болвана с длинными ушами Где? Робин, помоги! Что это? Это был голос леди Мариан Леди Мариан Леди Мариан Она не отвечает Я залезу на это дерево и попытаюсь как следует осмотреться Ничего подозрительного Вижу только дым на другой стороне леса Это замок леди Марианы Но она должна быть рядом, раз я слышу ее голос Посмотрите еще раз Эй, минутку Птицы не садятся на некоторые деревья Давайте проверим их Безымянный просит подстричь эти кусты, чтобы он тоже мог посмотреть Хе-хе-хе Ла-ла-ла Хе-хе Сделано Та-дам Эй, послушай, цилиндр Мы тут прячемся Ты превратил нас в рекламные плакаты Если ты не хочешь, чтобы тебя заметили Перейди в другое место Я встану на твое место А ты вставай на мое Они будут думать, что следят за тобой А это Буду Я Я не называл тебя мадам Исправь кусты Вон там Это одно из тех деревьев, на которые не садятся птицы Эй, деревья открываются Пошли Ага Теперь я понимаю, что случилось Это игла моего товарища маленького Джона Волки использовали эти мобильные деревья, чтобы атаковать замок И защитникам пришлось сдаться Что нам теперь делать? Я знаю Волк припарковал это дерево в запрещенном месте Мы просто вызовем эвакуатора и его увезут Апча Я знала, что рано или поздно это случится, Цилиндр У меня аллергия на твои глупые мысли О нет, мисс У вас аллергия на шалфей У леди Мариан тоже аллергия на него Это часто бывает у принцесс Значит, у леди Мариан аллергия на шалфей У меня только что появилась идея, как ее найти Так Вы взлетите через пять минут И разбросаете шалфей по всему лесу Тем временем, Дива, Робин и я Залезем на большой дуб, чтобы просканировать горизонт и понять, где будет чихать Марианна Есть вопросы? Давайте начнем спасательную операцию Но если мы везде разбросаем шалфей, первый начнет чихать Дива О, не волнуйся, Цилиндр Об этом я тоже подумала Хорошо Я буду здесь смотреть в этом направлении Дива, ты смотри в ту сторону А Робин будет смотреть на то, что происходит за нашими спинами А-а-а-а О, смотрите А-а-а-а-а Хорошо Мы знаем, что Леди Мариан внутри того дерева Но как нам освободить ее? Я знаю Я однажды видел это в старом мультике Посмотрите туда Мне нужно просто нарисовать вход в туннель на этом большом камне И волки поверят, что он настоящий О-о-о Естественно, волки войдут в туннель Хе-хе-хе А через мгновение они выбегут А за ними выйдет поезд Хе-хе Увы Таких мультиков уже не делают А? Вот они Нам лучше спрятаться О-о-о Я не понимаю В старых мультиках этот фокус работал А-а-а-а Хе-хе-хе Неплохая имитация, да? Правда? Хе-хе Да, работает, работает Мы должны остановить волков Пока они не захватили мой замок У меня есть план Слушайте Эта дорога ведет к замку Робина Вот тут цилиндр И безымянный заблокирует проезд Сделав вид, что у них сломалась телега Дерево, которое удерживает леди Мариан Остановится вот здесь Между двумя сопровождающими деревьями В этот момент Моби и Пио отвлекут волков Которые управляют сопровождающими деревьями Потом Дива найдет способ Обдурить волка, охраняющего леди Мариан Чтоб он оставил дерево, которое ее держит И в этот момент мы с Робином освободим леди Мариан Есть вопросы? Хорошо, я буду говорить медленнее Вот и дорога к замку Робина Порядок, ребята, они идут Что тут происходит? У нашей телеги спустила шину Но у телеги нет шин О, я понял Кролик сошел с ума Все, очистить дорогу, чтобы мы могли проехать О-о-о О-о-о Смотрите! Эй! О-о-о-о О-о-о О-о-о Что такое? О-о-о А сейчас, волк-красавец, я предскажу тебе будущее Вперед, Робин, теперь наш выход Простите, друзья, но шоу закончено Нам надо идти Да, я вижу яснее Я вижу, что скоро вас ждет сюрприз Большой Сюрприз Эти Мариан сбежала Это все за эту надоедливого кролика Смотите его Я знал, что это сработает! Я же видел это в мультфильме! На русский язык фильм озвучен объединением русский дубляж по заказу СТС в 2008 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова